МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гамельчане рассказали, як веншуюсь жанчын восьмого саковика. И больш подробязна об этом не только. Сегодня означается Международный жанночный день. Со святом жанчын в области повеншавали улады. Гэта чудовная нагода, каб выказать вам великую любовь и удячность за добрыню, разумение, терпение и поддержку. Немогчим операционить той уклад, який вы уносите у Росквитродного краю, говорится о веншаванне. Керавництво региона пожадало жанчынам моцного здоровья, семейного добробыту, удачи, оптимизму и выкананне заповедных жаданнеу. Жанчыны зараз складают 53,5% насельництва нашего региона. В оголе середнестатистичной жихарцы Гомельской области 43 годы. Середний взрослый вступление жанчыну шлюп, что год повышается. На сегодня гэта показчик перевышает 25,5 годов. Многие жихарки региона выращают спочатку отримать профессию, а уже затем створать семью. До речи, в здоровье них эдукации больше высокие, чем у мужчин. Самая популярная жанучая профессия – настауник. У сферы эдукации працует каждая четвертая жихарка региона. На другом месте – ахова здоровья. У этой сферы працует каждая семая. У троицы лидеров так само розничный гандль. У им заденечена каждая десятая жанчына Гомельщины. При этом сучасные жанчыны с легкостью освоивают и так званые мужчинские профессии. Сегодня женщины работают во всех сферах деятельности. Мы привыкли видеть женщину водителем троллейбуса. Мы привыкли видеть женщину руководителя. В год науки хочется отметить, что из общего числа лиц, работающих в этой сфере, женщины занимают 40%. До речи с прихожими и вытонченными жанчынами, которые виртуозно обладали мужчинскими профессиями, сустрелись наши корреспонденты. Под обязанностью Ганны Ковалевой. За ее плячима 47 годов водительского стажа. На переде – 6 км маршруту. За рулем троллейбуса Марина Семенова из колесила у весь Гомель и проехала тысячи км дорог. Ее працовный день начинается в 6.01 ранницы и заканчивается в 6 вечера. За этот период поспевая навернуть 12 маршрутных кругов. На угол у свой великий працовный шлях яна отправилась на свое в 18-ти годе. Миновета у день нараджения написала первую заяву о працоводковании. Вы знаете, как приехала из деревни, увидела троллейбусы, так и моя душа заблела. И всю жизнь не жалею, всю жизнь работа очень нравится. Едешь, чувствуешь, что ты живешь. Природу видишь, людей видишь. Вот как-то вот это настолько там все это вот. Тут, кажется, сложного ничего нету и для женщин. На суперокстеро-тыпом сучастной жанчиной виртуозно кируют не только автомобилями, али и велизарными коллективами. Так, у Гумельской области на посадах старшиня у Раевой-Канка, маусю, не працуют две жанчины. Дубровский район узначалевая Вольга Мохарова, а Мазырский – Алина Пауличка. При этом кожная справляется со своими обовязками не горж за мужчин. А многим из них по обовязку службы каждый день дае мытовые указания. Работать с мужским коллективом гораздо, наверное, проще, чем и с женщинами. Потому что у женщин всегда тысяча есть хлопот, забот. Помимо работы еще повседневные отзывы. И как женщина я всегда ухожу в их ситуацию. И, соответственно, чем могу, тем помогаю. И там, где сдавалось об женщинам, уже не хопить. Вытрымки и силы воли яны снова доказывают свою профессийную компетентность. Одна из них – Ганна Феодотенкова, следшая по особливо важных справах. Скажу, в детинстве Марла о белом халате и карьере урача. Однако Батьковский приклад и популярные детективы переважили чашу на корысть профессии следчиха. Свои первые кроки в этой сфере крохкая блондинка зарабила в 2009-м. А праздник отрымала пешую подяку за поспех в службовой деятельности. Зараз я напрацую над четырьмя криминальными справами. Часом ей доводится выезжать на место сурвезных здоровья. Мить справу с наркодилерами и держать в руках речевая долга за коштом десятки тысяч рублей. На мой взгляд, сказать, что профессия – это мужская либо женская – невозможно изначально. Потому что как мужчина, так и женщина, не каждый способен работать в данной структуре. В наших руках судьбы других лиц. Мы должны докопаться до истины виновное лицо, либо невиновное лицо, для того, чтобы не поломать кому-то жизнь. Лицо, которое является следователем, оно должно обладать высокими моральными и нравственными качествами. Порядочность в первую очередь. Не глядячи на моцный характер, силу воли, незвычайные интеллектуальные и героевницкие сдольности, каждая из них – все ж таки женщина. Моцная, которую робят звычайные приемные дробязи. Такие, как, например, ткветки – те теплые слова по жаданию. Восьмого саковика. Ганна Ковалева, Яуген Макин, Кателерадо, компания «Гомель» при допомозе телеканала «Мазыр». В «Гомельском облывы канками» отбылся урочистый прием, присвеченный Международному жанночему дню. Удельницами мероприемства стали каля 60 жанчин. Усе яны досягнули значных поспехов у своих сферах – от бизнесу и политики до аховы здоровья и адукации. У профессийным майстерстве жанчины ничем не соступают к представникам моцного полу. Так, сирот 20 лауреатов, что годовой премии «Гомельского облывы канками» по патрымце талиновитых в ученых – амаль полова жанчины. Сирот юристов жанчин – 70%, сирот медиков и педагогов – 86%. Самые поспеховые примали веншаванни от старшини «Гомельского облывы канками» Владимира Дворника. А кроме слов подяки за добра сумленную працу, жанчины примали кветки и подарунки. Свои песни для их выканали лепшая творчая коллектива в области. Специальный жилет, жезл и форменный головный убор. Гомельчанки на некольких вилен перетворилися у инспекторов дорожно-постовой службы. Держаута инспекция поменьшевала жанчин водителям с 8-м соковика. На центральной площади «Гомеля» отбылась акция «Леди инспектор». Она проходила в стиле челлендж. Удельницы передавали эстафету одна-одной. Для этого нужно было опрануть жилет ДПС, взять у руки жезл и разом с инспектором спынить автомобиль, за рулем Якоха так сама находится «Леди». Уси отрымливали подарунки и кветки. Гомельчанкам таки способ веншевания от Держаута инспекции сподобался. Необычно, впервые такое в моей жизни. И поздравления от сотрудников ГАИ тоже впервые. Приятно, что остановили не для проверки документов, а для поздравления. И акция интересная. Очень неожиданно, сразу настроение, конечно, поднялось. Почаще бы такие акции проводили. Хотелось бы от себя лично и от всей госавтоинспекции Гомельской области и от города Гомеля поздравить с весенним праздником, пожелать счастья, здоровья, прямых солнечных дорог, счастливых попутчиков, всего самого наилучшего. Акция «Леди инспектор» не только веншевальная, а и профилактичная. Удельницам так само нахадали и про необходность притрымливаться правилам дорожного руху. Больше за тысячу руж раздали жанчинам на улицах Гомеля. Таким способом с надыходящим святом пригожую полов областного центра вырошла повеншевать предприемство «Коминтерн». Подарунки жанчинам уручали галантные мужчины у костюмах от гомельского вытворца. Старт веншевальному марафону удали на улице Хатаевича. Там раздали коля 200 руж, а так само паштовок и поветрных шаров. Затым организаторы акции рушили по голодных улицах города на белом лимузине. Автомобиль проехал по улице Хатаевича, Советской и Барыкина до Речицкого проспекта. По шляху лимузин припинялся, чтобы мужчины могли раздать черговую партию кветок. Акция прошла в першиню и, меркучи по эмоциям худельниц, пришлась им до спадобы. Я очень растиралась, так необычно и так радостно. И я так благодарна вам. Я уже бабушка, у меня шестеро внуков. И тем более мне будет приятно внукам сказать, что такое большое хорошее поздравление сегодня получила. Знала об акции, читала в газете. Пришли, увидели, удивились. Спасибо. Не ожидали. Очень приятно. Спасибо большое. Мы благодарим, что в такой радостный день подарили нам цветочки. Спасибо большое. Желаем всем женщинам любви, счастья и удачи. Конкурс грации и артистичного майстерства «Мисс Вясна-2017» отбылся у Гомельским Державным Медицинским Колледжи. Как пройшло модное спаборництво и кто завоевал корону переможцы, доведалась Ганна Каральчук. Зауседу отпрасованный белый халат, золотые руки и доброе сердце. 14 будущих медсестер, санитарных и зубных фельдшеров, акушеров. Вышли на сцену, кабуразить журы и глядачу своей прихожостю, талентом и артистичностью. На один день яны перетворилися у моделях, кулинаров и артисток. Обаятельность, привлекательность и умение подчеркнуть неповторимость, которая присуща каждой женщине. Умение найти взаимодействие с пациентом. Вы же знаете, что золотое правило, что пациенту всегда становится легче, когда медик с ним поговорит. А если это будет красивая, привлекательная, обаятельная девушка, то можно сказать, что иногда можно обойтись без лекарств. Подчас конкурсу девчатам треба было пройти четыре этапы. У самой презентации у дельницы повинны были рассказать про себя, причем зарабить это усяго за две хвилины. Потом продефилировать в вечерних уборах, выконать творчие задания и покорить журы своими кулинарными сдольностями. Моя изюминка, наверное, в том, что я не подхожу под все стандарты, я особенная. Подготовила, в принципе, как все, буду удивлять своей личности. Каб выбрать самую-самую, журы пришлось добро попрацовать. Головный титул «Мисс Вясна 2017» отрымала Алина Пигулевская, якая вучится сестринской справе. Первый вице-мисс обрали Катерину Кондратенко. Другой вице-мисс колледжа стала Виктория Рося. Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня женщины со святом веншуются сюда. Что жадают мужчины в этот день? Мы доведаемся с нашего питания на улицах Гомеля. Я очень хочу пожелать всем своим женщинам, маме, жене, ребенку, чтобы у них было всегда такое же прекрасное настроение, как сегодняшний день. Всего самого хорошего, добра, счастья, улыбки постоянно на их лицах и всех им благ. Я еще желаю маме, чтобы она не болела и была хорошей. Хочу поздравить всех женщин города Гомеля, всей Белоруссии с таким прекрасным днем, прекрасным праздником 8 марта. Желаем им радостного, цветочного настроения, чтобы все их желания сбылись, чтобы их любили и были любимыми. Чтобы они нашли свою любовь, всегда были любимыми, востребованы, красивыми, умными, выражительными девушками. Чтобы никогда не грустили, чтобы радовали нас своей красотой и всегда были самими собой. Можно пожелать любви, весны, удачи, здоровья, благополучия, всего самого наилучшего. Чтобы женщины были красивы всегда и радовали нас. Гэта, а так сама и иншая новинная вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.bivay На этом выпуск завершенный, у студии працавала Наталья Игнатенко. Я еще раз венчуям усих женщин со святом и жадаем здоровья, счастья и добробыту. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова